Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Кукин Бранч и я его ведущая Ирина. И сегодня на Майзраильской кухне я предлагаю приготовить постную тушеную картошку. А благодаря двум ингредиентам, которые я туда добавляю, она получается вкуснее той картошки, которую мы готовим с мясом. И сейчас мы с вами быстренько ее приготовим. Досмотрите видео до конца, не жалейте своих лайков. Ваши лайки помогают продвижению моего канала и мотивируют меня на создание новых вкусных рецептов. Для начала лук нарежем средним кубиком. Здесь же раздавим зубочки чеснока и измельчим. На среднем огне разогреваем кастрюлю с толстым дном, наливаем растительное масло. И отправляем обжариваться лучок вместе с чесночком. Да, кстати, забыла сказать, нужно еще поставить кипяток. Нам понадобится его где-то миллилитров 300. Морковку я нарежу тоже средним кубиком и отправляю обжариваться к луку. Перчик я почищу. И тоже нарежу средним кубиком. И тоже отправим обжариваться. Вы посмотрите, какая красота. Какие краски. Красный, оранжевый. Ну просто объедение. Пахнет неимоверно вкусно. Оставляем еще обжариваться минутки 3. А мы с вами нарежем чернослив. Это один из ингредиентов, который помогает нашу тушеную картошку сделать в разы вкуснее. Вот просто полосочками нарежу. И все. Можете помельче, как вам больше нравится. Я люблю, чтобы чернослив чувствовался. Отправляем к пассерованным овощам. И пару минуток на среднем огне, помешивая, обжариваем все вместе теперь. У меня вяленый вкусный чернослив. Он уже начал отдавать свои вкусы, ароматы. Очень вкусно пахнет. Вот так прям. 2-3 минутки будет достаточно. Картошку я сильно мельчить не буду. Нарежу на 4 части. И вот так вот еще пополам. Если вы спешите, можете нарезать помельче. Вот такие кусочки в самый раз. Давайте пассеровку перемешаем. Отлично. И можно добавлять картошку. Посолим. Поперчим. Добавим паприку. И перемешаем. Паприка начала отдавать свой аромат. Она не только придает вкус, аромат, а еще и красивый цвет. Посмотрите, какая красотища получилась. Заливаем кипятком. Воды нужно налить столько, чтобы картофель только покрылся. Вот так вот достаточно будет. Накрываем крышкой. Делаем минимальный огонь. И тушим при слабом кипении минут 30-40. Смотрите по готовности, по особенности вашей картошки. Картошка у меня почти готова. Нам осталось нарезать петрушку. Прямо с пылу и с жару. Вы посмотрите, какая красотища получилась. Пахнет неимоверно. Давайте уже скорее же насыпать. Немножко петрушки. И будем пробовать. Картошечка прекрасно проготовилась. Мягенькая. И два секретных ингредиента. Это чернослив и копченая паприка. Они придают не только красивый цвет, а неимоверный вкус и аромат. Друзья, это просто божественно. Даже не скажешь, что мы приготовили без мяса. Мягкая картошечка. Овощи между собой переплелись вкусами, ароматами. Чернослив придал копченость. Копченая паприка это все усилила и получилось неимоверно вкусно. Вот просто вкусная вкуснятина. Еще один рецепт постного блюда сохраняйте себе в копилочку. Поделитесь этим рецептом с друзьями. Ставьте лайки. Свои фотоотзывы, как всегда, можете прислать мой инстаграм. А чтобы первыми узнавать о вкусных новинках на моем канале, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик. Я желаю всем мира и добра. Всех люблю, целую и прощаюсь с вами до новых вкусных рецептов. Всем пока-пока!